Отделение пограничного контроля на очагуночной станции Теруха заявилось 31-го снижения 97-го года. Починали из одного вагона домика. Зараз тут хоть и невеликий, а ли городок. Пограничники дежурят на протягу суток, а тому городок оснащен всем необходимым. Починают от помешкания, где проводится учёба, до месту для приёма ежи, от починка и проверки сброи. Непосредственно на станции Теруха на протягу суток проверяется коля восьми пассажирских и грузовых техников. И хоть надзвычайные ударения вельми редкие, а ли необходимо быть готовым до любой ситуации. Перед проверкой техника обовязковое построение, у всех контролёры оснащены рациями и так званными пармами, портативными, автоматизованными рабочими местами, по закрытых каналах, и они дозволяют подключаться до специальной базы и оперативно выявлять порушальников. И тем заборонен выезд с Беларуси, те надворот знаходжения на ей территории. Плюс специальное пристосование для проверки пашпортов, хоть у любых выпадков в опыт заменить нега ничим. В основном поведение. Поведение выдаёт нарушителя, задаёшь какие-то вопросы. Ему наводящие. Путается человек. Где-то даёшь ему где-то расписаться в чём-то. Подпись не может вспомнить. Какие-то наводящие вопросы. Ну и тоже внутренние. По внутренней вопросу службы этого не могу уже рассказать полностью. Но в основном человек путается, нервничает, выдаёт себя. Неде за пять квелин до пробития техника у всех контролёры на перроне. Почас попереднего инструктажу до их доведена оперативная информация и извернута увага на особливости составу. Техник номер 99 Новоагачево-Каминск на станции Терраховка стоит 30 квелин. Так это часто необходимо проверить документы у всех без выключения пассажиров. Миновата в этом составе 14 вагонов, прикладно по 50 человек у каждого. Обращая профессионализму, подай головное потребование до пограничников, корректная работа. Почас проверки все деяния контролёров и пассажиров обовязково записываются на видеорегистраторы. На выпадок изникнения непоразумений. Правда, по вине пограничников такие ситуации возникают в мире редко. Тем больше, что за проявленную грубость можно и работу стратить. У речи пограничники миновиты те люди, по яких инжи будут смирковать об усе Беларуси. Честно говоря, вообще никаких ни претензий, ни проблем. Нас всё устраивает. То есть и отношения, и общение. Так что вообще никаких ни жалоб, ни претензий. Мы всем довольны. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телер, родная компания «Гомбик».